привет мои дорогие подписчики и гости моего канала сегодня я хочу поделиться с вами рецептом несладкого блюда это блюдо понравится как взрослым так и деткам я проверила его на своих и теперь я его готова порекомендовать и вам готовится она очень просто а получается очень вкусно и так давайте приступим нам потребуется 800 грамм филе киты без кожи 46 листов теста фило по 200 грамм сыра рикотта и маскарпоне 4 зубчика чеснока 2 веточки тимьяна 1 чайная ложка копченой паприки соль и свежий молотый черный перец оливковое масло для смазывания черный и белый кунжут для посыпки но у меня есть только белый первым делом подготовлю рыбу при помощи этого пинцета я буду вытаскивать реберные кости оставшиеся после разделки рыбы если такой штуки у вас нет хотя она очень удобная и вам рекомендую вы можете воспользоваться обычным ножом зажимая кости между пальцем и лезвием ножа и вытаскиваете кость я провожу пальцем по мясу и там где я нащупываю кончиком пальца косточку я ее выдираю далее отрезаю брюшко нашей тушки и его я не выбрасываю она пойдет у меня на уху с рыбы при помощи ножа я снимаю кожу но каждый это делает по-своему а я стараюсь аккуратно срезать кожу с мяса чтобы ничего на коже не осталось кожу тоже не выкидывайте ее можно засушить в духовке и у вас будет хрустящий элемент в вашем блюде нарезаем рыбу на 46 продолговатых порционных кусков старайтесь их сделать одинакового размера и в духовке они у вас приготовятся одинаково натираю паприкой солю и со всех сторон нашу рыбу в отдельной емкости смешиваем маскарпоне и рикотту добавляю немного соли и перца очищенный чеснок пропускаю через пресс и добавляю его в маскарпоне и рикоттовую смесь и туда же добавляю и листочки с двух веточек тимьяна все тщательно перемешиваем и оставляем на некоторое время а теперь работаем очень быстро тесто фило быстро высыхает и его уже ничем не реанимировать расстилаем на рабочей поверхности один лист фило остальные накрываем влажным полотенцем смазываем всю поверхность оливковым маслом на середину листа выкладываю одну столовую ложку сырной массы аккуратно немножко ее придавливая и затем на нее укладываю наш кусочек рыбы заворачиваю рыбу фило конвертом подгибая открытые края вовнутрь так чтобы шов оказался внизу ну то есть где на рыбе нету сыра чтобы тесто хорошо склеилось я обмазываю его маслом тогда конвертики не раскроются так заворачиваю все кусочки рыбы застилаю противень пергаментом его сбрызгиваю оливковым маслом выкладываю готовый конверт на противень щедро смазываю оливковым маслом со всех сторон вверх посыпаю кунжутом когда все конвертики на противне отправляю их запекаться в заранее разогретой духовке до 160 градусов примерно на 15-18 минут тесто должно подрумяниться если вы любите более румяную корочку то конечно время приготовления можно увеличить до 25-30 минут но будьте внимательны не пересушите рыбу подавать можно как самостоятельное блюдо либо с гарниром из зеленого салата также рыбу можно сбрызгивать соком лимона или лайма тесто получается хрустящая а рыба нежная конвертики с рыбы можно есть как горячими так и холодными первую партию мы смолотили дома а вторую взяли с собой на дачу там у нас разогреть не на чем и кушать пришлось холодными и какой вариант вкуснее и какой понравился больше сказать трудно они одинаково вкусные очень рекомендую вам приготовить таким образом рыбку и она обязательно вам понравится надеюсь это видео было для вас полезным если так поддержите меня лайком подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео а я с вами прощаюсь до новых видео пока пока